Глава сорок пятая Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим «Я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь два года голода на земле остается еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. И так не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему «Так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом, приди ко мне немедли. Ты будешь жить в земле Гесем и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое. И прокормлю тебя там, ибо голод будет еще пять лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами. Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда. И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его. И сказал фараон Иосифу, скажи братьям твоим, вот что сделаете, навьючьте скот ваш и ступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего и семейство вашей, и придите ко мне. Я дам вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть туг с земли. Тебе же повелеваю сказать им, сделайте сие, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего, и придите, и не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли египетской дам вам. Так и сделали сыны Израилевы, и дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас. Каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал триста серебряников и пять перемен одежд. Также и отцу своему послал десять ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и десять ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь. И отпустил братьев своих, и они пошли. И сказал им, не ссорьтесь на дороге. И пошли они из Египта, и пришли в землю ханаанскую к Иакову, отцу своему. И известили его, сказав, Иосиф жив, и теперь владычествует над всею землею египетскую. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их. И сказал Израиль, «Довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин